сегодня покажу как оформить красивую работу используя язык разметки латех вот пример как будет выглядеть работа это моя курсовая по примеру компьютерного моделирования mechatron систем титульный лист аннотация рамка по госту содержание разделы то есть еще два уровня разделов можно три сделать но мне работе 2 используются картинки все 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 формулы и приложение на приложение список литературы и приложения также оформить такую работу создаем теховский файл документ назову как-нибудь курсовая тех курс тех и открываем его с помощью любого текстового редактора так я увеличил шрифты чтобы было хорошо видно на экране сначала напишем преамбула которая задает класс документа обратный слэш документ класс он говорим что печать будет односторонняя говорим что у нас будет финальная версия документа задаем размер шрифта и задаем соответственно класс документа непосредственно экст артикл с расширенной расширенная статья потом мы сдаем кодировку текстом у меня как скорее всего и у вас кодировка будет будет и и те фасим и и записан use package utf8 input rc потом запишем задаем шрифт русского текста который у нас будет использоваться 2 а потом подключаем package babyl который добавит сам русский язык в нашу работу пишем языки документа который используется там у нас используется английский и русский после чего пишем babyl потом подключаем колонн титул для того чтобы использовать менять отступы нашего документа в маргин и устанавливаем размер нашего листа у нас формат а4 после чего сет маргин с рд и пишем отступы нашего текста отступ левого поля пускай будет 26 миллиметров отступы верхнего поля 10 миллиметров отступ правого поля 8 миллиметров отступ нижнего поля тоже 8 миллиметров высота верхнего колонн титула 0 пт . потом отступ нижнего края колонн титула от верхнего края текста у нас это 0 потом отступ нижнего колонн-титула от нижнего края текста, у нас будет 0 мм, потом высота нижнего колонн-титула, у нас будет 0 мм, и потом отступ нижнего колонн-титула от нижнего края текста, у нас будет 17 мм, это нам необходимо для того, чтобы разместить номер страницы. Поскольку ExtArticle делает документы по английской книгопечатной традиции, то у нас не будет отступов у первого абзаца. У нас же принято в российской традиции, чтобы отступ у первого абзаца тоже был. И чтобы он был, мы должны использовать пакет usepackage с названием indent first. Потом бывает, что поля залезают за край документа, и чтобы этого не происходило, мы пишем, говорим латеху с лобби, то есть переноси слова, переноси приложение, чтобы ничего не завязало на наши края. Потом наверняка вы захотите использовать картинки в своем латехе, поэтому для этого мы подключаем пакет график x. И наверняка в вашей работе есть формулы, и чтобы мы могли с ними удобно работать, подключая пакет AMS Math. Теперь мы должны подключить пакет, который нам позволит редактировать заголовки, потому что ExtArticle располагает по умолчанию все названия всех разделов, с левого края наоборот. А скорее всего будет требование, что заголовки первого уровня посередине, а заголовки более нижнего уровня уже выравниваем по левому краю. И чтобы это сделать, нам нужно будет объяснить латеху, как мы хотим выравнивать заголовки. И до этого мы подключаем пакет Title Sec. Приопределяем заголовки первого уровня. Добавим им точку на конец номера раздела, потому что по умолчанию Преамбул ExtArticle она в точке не стоит, согласно английской кинопечатной традиции. Это пишем. Title, Format, пишем то, что мы переопределяем, это Section, и пишем их располагать по центру, Fill Center, писать обычным шрифтом, укрупненным, жирным. Соответственно, у нас будет номер, The Section, и точка в конце. Потом мы пишем размер отступа от точки до названия нашего раздела. Ну, последнее не трогаем, не знаю, что там даже. И под заколовки, то есть заголовки трое уровня, мы тоже переопределим Subsection, Fill Right, все правильно, это выравнивание по левому краю, а не по правому. Тоже обычное описание шрифта, укрупненное, но поменьше, Larch с маленькой буквы, тоже жирный. Переопределяем, номер будет под секции, номер под секции, тоже с точкой в конце. Отступ от номера до названия можно уменьшить. Поскольку у нас в рамке номер страницы располагается справа, а по умолчанию класс Article располагает его посередине, мы должны это перепределить. Для этого оставляем следующую преамбулу, просто перепишите ее с экрана. Нашел ее в интернете, я в ней не разбирался, но она работает как надо. Тут я чуть-чуть допустил опечатки, поэтому давайте сейчас выберем, тут А пропустил, ага, тут вроде все нормально, нормально, нормально. И тут, причем писал Title Section, Title Format тоже, такая же преамбула, тоже переопределение. Дальше все нормально. Вот это уже готовая рабочая преамбула, про цифры не спрашивайте, почему они такие, просто методом научного тыка, я их подобрал и здесь подобрал, и вот здесь подобрал тоже методом научного тыка, какие должны быть размеры отступов, чтобы документ смотрелся красиво. Теперь мы переходим к следующей части, мы разметим наши секции, как они будут выглядеть, например, для примера я возьму секции своей курсовой, и мы попробуем уже скомпилировать документ. Сначала мы пишем, вначале документа, то есть, обратно слежу begin document, и потом end document, после чего мы расставляем секции, вначале у нас будет титульный лист, конечно же. До этого мы пишем begin title page, только не титул, конечно, а title page, в английский манер, да. Ну, и здесь, соответственно, в конце end title page, это титульная наша страница. В английской традиции титульная страница нумеруется, в российской традиции титульная страница не нумеруется, поэтому мы должны после нее принудительно поменять номер страницы. Для этого пишем set counter page 2. После этого у нас идет секция аннотации, мы пишем со звездочкой, чтобы она была ненумеруемая, потому что это ненумеруемый раздел. Потом мы будем писать оглавление, сразу new page, это перенос на следующую страницу, чтобы с оглавления не было на одной странице аннотации. Мы пишем new page, то пишем this, page, set tile и empty. Это нужно для того, потому что рамка отличается на этой странице, и, соответственно, там в другом месте находится номер страницы. И, соответственно, мы будем его располагать по-другому, и чтобы наш номер, который простается автоматически, ему не мешал, мы отключаем у этой страницы конкретно этот стиль. Потом пишем, соответственно, прям, ну, уже команду оглавления, table of contents, и тоже переносим дальше на новую страницу все то, что нам нужно. Потом у нас идет section, тоже ненумеруемое, а введение. Ну, ненумеруемый раздел они не попадут в оглавление, а введение же в оглавление уже должно быть, поэтому мы добавим его принудительно в оглавление. Командой, add content, spline, talk, section, и название введение. Дальше у нас номером мы раздел, например, давайте их несколько штук сделаем. section, аналитический обзор, и потом у нас, потом, персубсекшен, какой мы добавим, математическая модель, например, без разницы. Ну, давайте какую-нибудь еще секцию добавим для приличия. section, и название, тут тоже там с новой страницей, конечно. И, а, это назовем, не знаю, разработка ПО. Тоже перенесем новую страницу. Потом, обычно, тоже ненумеруемый раздел заключения, section, потом вот так делаем. И такая же будет схема, как и с введением. add contents, line, talk, section, заключение. Новая страница. И в конце, обычно, вставляется список литературы и приложение. Список литературы, он не ненумеруется. Это совпадает с требованиями латеха, с требованиями к сдачу своих работ. Но, также, в латехе он не попадает в оглавление. И, чтобы он был в оглавлении, мы добавим его тоже принудительно. Следующим образом, add contents, talk, section, список литературы. И, после чего, говорим, begin the bibliography. То, можно сказать, в квадратных скобках выравнивания. Но у нас будет максимум две цифры. У нас вряд ли будет больше 99 источников литературы. Ну, источников литературы. Но, это вполне подойдет. И, соответственно, begin the bibliography. Вот, наш список литературы будет вставляться сюда. Он сделан. Потом переносим это все на новую страницу. И пишем наше приложение. Это делается командой appendix. И дальше идут только проложения. Примерно уже это. Section. Per. Программа. Нам остались заключительные шаги. И перед этим я хочу еще одну печатку заметил. Хочу исправить fontent.nc. Да, не rc. И, сейчас, нам остались последние заключительные шаги. Это сделать и туннелист. И потом сделать рамку. Я покажу, как. Так, т туннелист. Как же оформить туннелист? Вначале мы располагаем по середине текст. Который говорит, какое же министерство нам управляет. Мини. Потом делаем пропуск небольшой, средненький. И таким же образом пишем название своего университета, учебного заведения. Такое название. Потом мы сделаем, разделим лист на части. У нас потом ниже будет идти. Тоже посередине название. Там кафедры. Не знаю, какой-нибудь. Потом мы сделаем еще два отступа. Да, не wayfill. Типа заполнить по вертикали, а не вы скип. Это я опечатался. Потом название предмета. Потом еще один wayfill мы сделаем. Потом название предмета. Тоже посередине. Еще один вертикальный пропуск. Центр АЛАЙН. Курсар работа. Небольшой пропуск. Название работы. Сейчас будет самовеселый расположить с выравниванием по левому краю. У правого края группу и имя студента, выполняющего работу, и должность, и имя, фамилию проверяющего. Пишем null. Уже не помню, что оно значит. По-моему, оно просто обнуляет все, что мы до этого писали. Всякие отступы всякие. Ашфилд, то есть выравнивание по правому краю. После чего begin. Minipage. Minipage это мы пишем какой-то текст, а он считается латехом как один символ. И как мы его выравниваем. Например, 0,52 в ширине текста. Вот это значение 0,52 вы подбираете в зависимости от длины, какая у вас получится этого блока. Ну, ширины его. Вот 0,52 под мои данные хорошо подходит. Поэтому используем ее. Я, чтобы сэкономить время, оставил свои данные. То есть выполнил студент. Такой-то. Это линия под подпись. Выполнил студент. Такой-то. Линия под дата. По дату. Потом проверил тот-то. И то же самое. В конце мы пишем end. End. Minipage. Еще один вертикальный отступ. И посередине мы пишем город. Вот. 1023. Попробуем скомпилировать, что мы написали. Я открываем латех. Поскольку я работаю в линуксе, я открою в терминале. Откроем терминал. Пишем pdf латех. И название наш франкл. Так. Видим ошибку. Но мы не должны этого пугаться. Латех говорит. Нет. Нет. А4. Стай not found. А4 значит где-то тут у нас запечатка. Use package A4. Конечно, не use package. Set paper size. И никто мне не сказал, что у меня ошибка. Сохраняемся. И еще раз поднимал токоно во вход. Так. Видим еще раз эту нашивку. Add contents. Конечно, add contents. Правильно, add contents line. Видите, вы отпечатки. Исправляются они довольно-таки легко. Сохраняемся. Еще раз. Все. Нормально. Сейчас он ругается, потому что... Ну, стой библиографий. Ну, пустой, потому что мы же ничего не писали. Давайте посмотрим, что у нас получилось в PDF-нике. Ну, у нас тут что-то есть. Видите, работает. Аннотация. Содержание. Введение. Математическая модель. Разработка пола. Заключение. Списк литературы. О, что-то даже написал. Да? Программа. Но нет у нас нашей рамки. Как же нам добыть рамку? Я рекомендую вам нарисовать рамку в компасе, в LibreCAD, в AutoCAD или даже в Inkscape, любом вектором редакторе. Рисовать рамку. Преимущество этого в том... Так, это не лучший пример. Преимущество этого в том, что вы можете нарисовать нормальную гостовскую рамку по размерам. И вот я ее сделал в Inkscape. И после чего ее прицепить к нашим листам. Где должны быть рамки? Вы можете нарисовать их сами, а можете достать из моего репозитория. Где, кстати, будет и рамки гостовские, и будет и преамбула, и текст моей курсовой. Все. Есть мои репозитории. А ссылка на репозиторию расположена в описании под видео. Теперь давайте наши рамки из формата SVG, то есть из векторного формата, переведем в PDF. Нам нужно, чтобы все документы были в PDF. Что для этого делаем? Это можно делать через графический интерфейс, Inkscape, а можно делать через терминал. Поскольку на Linux всем неудобнее будет сделать через терминал. Вводим следующую команду. После чего мы получили наши рамки в формате PDF. Теперь мы прикрепляем рамки к нашим листам. Для этого используем утилиту QPDF на Linux. Ну и подвинувствую кучу утилит, которые соединяют несколько PDF-ников в один файл. После чего мы получаем файл Final PDF, где я просто наложил следующие рамки. На соответствующие листы. Видите? И у нас получилась рамка, список литературы и тетрадий лист. Все красиво. То есть можно, в принципе, за 20 минут сделать без проблем курсовую работу Латехи. Вы получаете удобную верстку и получаете удобное оформление. Опять же, повторюсь, рамки гостовские, преамбула. Вообще вся моя курсовая работа есть в моем репозитории. Ссылка на который в описании. Все, спасибо. Небольшой пост с криптом для тех, кто хочет разобраться в Латехи и писать в нем курсовую и диплом. Я при подготовке к этому видео и вообще к написанию курсовой пользовался всего одним сайтом. Точнее, одной книгой на этой сайте. Сталеров.Инфо пишите в поисковой страдке. И вот, сверху стать диплом красиво. Латех за три дня. Скачивайте книжку бесплатно в свободном доступе. Вот тут ссылочка есть. Все, что есть в этой книге, она небольшая, 100 страниц. Ее действительно, ее прочитать можно за один вечер. И вы полностью поймете, как работать в Латехе.